Привет, друг! С тобой Эван. Сегодня я тебе расскажу, что же будет в обновлении 1.5. Инфа проверенная и идёт от самих разработчиков. За такой эксклюзив, я думаю, можно поставить лайк и прожать кнопку подписаться, если ты ещё, конечно, это не сделал. Поэтому присаживайся поудобнее, готовь что-то покушать, и мы начинаем. 12 апреля в Дискорде Смотра Рейдж была онлайн-конференция, где каждый игрок мог пообщаться с разработчиками, задать ему какой-то вопрос или предложить новую фичу для нового обновления. И, как вы поняли, я там был тоже и собрал самое вкусное, самое сочное. И сейчас вам расскажу всё, что будет в следующем обновлении. И, конечно, это всё будет подтверждено фактами, и за правдивость информации отвечаю сам, лично. Поэтому сейчас мы поговорим о наступных пунктах. Это новые дома и бизнесы, багажники, квесты, заработок на всех работах, редукс, шейдеры, аукцион, бло, магазин, авито. Бонусы за отыгровку, новые работы, диалоги, максималки авто, интерфейсы, банды, кланы и хендлинги авто. Для удобности я расставил по видосу тайм-коды. Всё, больше не буду вас задерживать. Начинаем. Просто какое-то ограничение, к примеру, ввести. Потому что сейчас, чем больше игроков на сервере, тем дороже имущество становится. Не переживайте, мы в любом случае предполагали, что так будет. То есть, в любом случае, с обновлением будет имущество. Имущество будет заезжать на сервер, то есть, в любом случае, как бы, ещё будет имущество. Квартиры появятся, то есть, многоэтажка, гаражи появятся. Бля, пацаны ещё задумывают, я ибо ли бабу столько всего. Хочется, на самом деле, столько всего реализовать, просто ждите. Можно реализовать какую-то сумку, так как при лутании очень не хватает места. А на следующий обновл приедут багажники в автомобилях. Слушай, а вы будете делать какие-нибудь, например, квесты, чтобы эти тачки какие-нибудь эксклюзивные получать? То есть, например, чтобы у всех была возможность, как бы, выполнить, например, определённые квесты, вот, и получить транспорт? Слушай, очень сложно ответить на твой вопрос по причине того, что я не могу сказать, что будет. То есть, будет ещё много контента, вопрос тупо упирается во время, понимаешь, как бы. Сейчас у нас определённый план, да, то есть, во-первых, я вот замечаю, что вы все тусуетесь только на ИКХ для того, чтобы продавать машины. А у меня сейчас самая главная задача – это сделать новый рынок, да, то есть, новый, грубо говоря, Абита-магазин, что ты можешь, блядь, ездить в любой точке карты, да, кайфовать и при этом выставить свою машину на продажу, и люди могли её приобрести, да, то есть, ну, что-то типа того. То есть, у меня сейчас очень сильно зациклено не на работы, у меня больше на взаимодействии между игроками. Пока у меня есть определённый план, а в дальнейшем, конечно, мы будем много чего добавлять. В любом случае, контент всё время нужно разнообразить, что-то новое, крутое будет выходить, и, возможно, и тачки будут эксклюзивны, какие-то, ну, именно лимитированные версии появятся, да, то есть, вот на сегодняшний день заехала самая дорогая тачка проекта – это Ламбординия, Сиангле. Она там уже лимитирована, потому что она стоит 255 миллионов. То есть, по факту. Короче, смотри, ещё, получается, два вопроса. Все работы, получается, приравнены, ну, к полумиллиону, да, в час? Нет, ну, вообще, я пытаюсь сравнять к трёхсоткам в час, да, но есть ушлые ребята, которые научатся, и, так скажем, обходят в мою систему, и делают до 500 тысяч в час. Будет ли улучшение графики, какой-нибудь Redux? Будет приду нам? Слушай, смотри, какая тема здесь. Пока мы не можем, да, то есть Rage же тоже, как бы, не только построился, как, в принципе, мультиплеер, да, в любом случае, создателю Rage нужно какое-то время на то, чтобы он вносил какие-то новые изменения, бля, в свой продукт, да, то есть пока мы не можем работать с шейдерами, пока мы не можем вносить какие-то характеристики, так как он ещё пока нам не дал такой возможности. Когда владелец Rage, да, то есть внесёт свои характеристики, всё полностью изменит, в принципе, свой мультиплеер, да, завезёт какие-то новые обновления, возможности работать с шейдерами, с колёсами и всем остальным, парни, вы сразу же об этом узнаете, потому что это моментально появится на всех серверах сразу же Rage. То есть вот максимально на всех. Есть у меня крутой редукс, который, бля, просто невероятную графику делает и не нагружает систему никак, но я его не могу пока запихнуть, не могу его, то есть, внедрить именно в игру, поэтому в любом случае ждём, пока будет возможность работать именно непосредственно с Rage. И после этого, да, почему нет, с удовольствием я вам впихну редукс, и вы в телефоне прям сможете его включать себе на компакт, то есть если у вас какой-то мощный, там везут без проблем, включил и кайфуешь. Вы не думали заменить как-то ЕКХ, например, как вот на вашем конкуренте прямом, это был такой сервер, правда он скатился уже, ну, в общем, там было что-то вроде аукциона. Ты ни с кем не разговаривал, просто заходил туда, выбирал машину, ну, ставил фильтр, что тебе надо, и покупал без лишней мороки, просто пришёл и купил. Слушай, да, как бы вообще, ну, мы в этом обновлении не хотим сделать, чтобы вы могли продавать свои тачки, дома и в бизнес, и всё выставлять на продажу. Просто, блядь, я не знаю, ЕКХ как-то это, знаешь, типа это какая-то фишка из прошлого, да, то есть, ну, как из прошлого, из МТА, которая, ну, я не знаю, как-то мы к ней привыкли просто, блядь, просто по кайфу, блядь, сделали площадку, где пацаны все могут собраться, повыбедают с своими тачками, типа, блядь, покайфовать, я не знаю, ну, типа того, а так-то по факту ЕКХ никакой нагрузки смысловой как-то таковой не несёт. Ну, то есть, как бы, по факту вы, возможно, думали об этом, да? Ну, невозможно, мы в следующем обновлении вам завезём, да, что вы с любой точки карты можете выставлять свои, ну, свои имущества, машины, всё что угодно, номера на продажу, да, вы будете выставлять. Грубо говоря, у вас будет сайт, да, вы будете открывать, у вас будет открываться сайт, на сайте вы сможете выставлять чуть ли там, ну, мы вообще там продумываем такую тему, чтобы вы даже могли фоткать свои машины и с фотографией выставлять с полным описанием. Типа ковид, типа ковид, да. Я хотел спросить, будет такое, как на Majestic, например, за отыгранное время будет какой-то бонусы давать? Пока нет, а в дальнейшем, когда мы введём в любом случае определённый контент, то, возможно, да, что будут падать и випки, и всякая остальная тема. Насчёт уровней, там, вот в табе написано уровень твой, вот когда это будет реализовано? Надеюсь, что будет. Как бы ты разработчика моего не слушай, блядь, он сейчас наговорит, блядь, да, 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 а потом, блядь. У нас план по обновлению, в принципе, года на полу написан, поэтому, блядь, в ближайшие полгода будет пиздец, ну, очень много всего. В ближайшие полгода он сотрётся в ноль, блядь, и мне жалуются, что ему не хватает времени. Давайте уже всё-таки займёмся контентом внутриигровым, да, то есть между игроками. Давайте мы хотя бы две-три обновы выпустим с игроками, то есть контент, полиция, там, и, грубо говоря, авито, там, магазин, грубо говоря, ну, то, что вас будет бодрить и интересно добавлять в геймплей, да, а после этого добавим ещё какие-то работы. Да, фарма уже и так достаточно, у нас по формилке получается, она уже заканчивается этими маркерными, блядь, фарм-работами и переходить к какому-то интересному контенту. Хотелось бы задать несколько вопросиков по поводу, вот, предложения, короче, в игроку. Есть предложение, чтобы добавить, как в Анта, ну, через F9 диалоги. Это через телефон будет даваться. А, хорошо, понял. А, хотелось бы ещё раз задать второй вопросик. Хотел, чтобы ещё добавил ПТН плюс 30-20 километров на тачках. И ЛХ-570 сделать потяжелее, потому что он как пушинка просто. Тачки будут перенастраиваться по поводу максималок. Эдик уже сегодня объяснял, что будет дальше делаться. Ждите просто изменений по автомобилю. Всё, спасибо вам, на удачу. Есть два вопроса. Первый, насчёт интерфейсов. Будут ли они перерабатываться, то есть там в банке и так далее, под общую стилистику. Потому что сейчас, ну, они не самым лучшим образом выглядят. Вот, и второй. Понимаю, да. Просто это фронтенд. И на фронтенд не всегда хватает времени, потому что я сразу и бэком, и фронтом занимаюсь. То есть я по пулкстаку здесь работаю. Я один, в принципе. У меня есть помощники, пару человек, которые мне помогают. Но они не верстают так, как мне нужно. Я верстаю по-своему. У меня вообще своя стилистика работает с кодом. Но ты должен понимать примерно, что это такое. Соответственно, да. Переработка будет уже есть. Даже сделана. Часть сверстана. Часть просто нарисована. То есть на это просто нужно время. Безусловно, это будет перерабатываться. То есть на дизайн не будет стоять на месте. Будет какая-то общая концепция. Маммаз, да. Стилистики, как вот Ков-3, панельки вот такие. Не вижу смысла их менять. Они простые, удобные и мелковесные. Они просто наполняют функционал. А вот комментарий, банк, вот это все, возможно, будет изменено будет дальше. Не вопрос, а предложение насчет банд. Смотри, есть интересное правило, которое подразумевает под собой то, что банды должны участвовать в каптах. Есть люди, которые любят каптиться. Есть, которые не любят. Но и есть люди, которым интересно находиться в каком-то определенном компьюнити и общаться с другими. Ну, как объединение используют банды. Я понимаю. Именно. Я понимаю, что и там пусть в клане разбираются, кто каптится, кто не каптится, придумывают свои какие-то правила. Но нельзя же, допустим, просто ужесточить возможность того, чтобы люди создавали банды, как, допустим, на каких-то других проектах. Сложнее создать свой какой-то определенный клан или свою банду. Но при этом правило капта снимается, и люди, допустим, занимаются чем хотят. Допустим, если вы добавите майнинг фермы или что там добавите, люди будут заниматься этим, а другие банды будут заниматься совсем другими какими-то проектами интересными или просто общаться между собой и не бояться за то, что они получат варн, и им придется выплачивать 100 кк только из-за того, что они не хотят каптиться. Ну, подожди секунду, тут момент такой, смотри. Варн и штраф получают исключительно лидер клана, не весь клан. То есть если они отвечают с ним же вместе, то это уже их сугубо личное дело. Это правильно с одной стороны, но с другой стороны, смотри, план всегда подразумевает, естественно, объединение в первую очередь. Как ты и сказал, то есть вы объединяетесь, как друзья, допустим, у вас свой план, свое объединение. Но из-за того, что у вас есть свой план и есть объединение, у вас появляется ответственность в плане того, что у нас есть клановые территории. Естественно, когда вы создаете клан, вы знаете о том, что капт – это неопъемлемая часть вообще жизни любого сообщества в сфере вообще кланов и фракций. Соответственно, вы должны сделать капт-состав, который может участвовать и должен участвовать в этих каптах, если вы объединились. Это как ваша основная обязанность, которая у вас появляется после создания вашего объединения. Делать вы, безусловно, можете все, что угодно. Вы можете работать на работах. Вы можете пользоваться в дальнейшем другим функционалом для банка, но у вас должен быть минимальный капт-состав и должно быть хотя бы одно, два, три участия в неделю в каптах. То есть вы должны пытаться, стараться держать территории, потому что, смотри, помимо того, что вы объединяетесь, у вас есть и рейтинг плана, у вас есть и, соответственно, вообще обязательства перед сервером после того, как вы объединились. Это все создается уже на взаимных условиях, правильно? То есть вам нужно ваше объединение продвигать выше. Вы же не объединяетесь просто, грубо говоря, как в Дискорде, там, в конфу зашли и все, поиграли и вышли. Вы создаете клан. Это уже как организация на сервере, которую вы зарегистрировали. Это просто обязанность, от которой не уйти, к сожалению, ну, например, для тех людей, которые не любят каптиться. Вам нужно поддерживать эту атмосферу. Поэтому вы получаете варны и все остальное, потому что вы не выполняете обязательства перед нами поставленные. Самая сложная сейчас задача – грамотно настроить хендлинги и транспортных средств не просто в GTA 5, а именно вот в Rage мультиплеере, потому что он немножко искажает те хендлинг настройки, которые есть у тачки на уровне движка Rage, ну, GTA 5. Rage, короче, движок GTA 5 – это Rage. Именно он так называется. Есть Rage мультиплеер, который сделал Bosch и компания, которая всем этим занимается. Соответственно, именно Rage мультиплеер искажает хендлинги, и в них попасть не так просто. У них есть коэффициенты добавочные, убавляются коэффициенты. В них очень трудно попасть. И мы сейчас реально очень много будем тратить времени на то, чтобы просто настроить. Одну единицу транспорта грамотно настроить минимум 2-3 дня. Вот именно грамотно настроить. А потом, когда ты начинаешь настраивать остальной автопарк, ты понимаешь, что там ты совершил компромисс, там ты что-то сделал. Тебе приходится опять по новой перенастраивать в несколько кругов весь этот автопарк. Вот такое, как нам рассказали, будет обновление 1.5. Буду надеяться, что они добавят еще что-то интересное, а также, чтобы она вышла побыстрее. Могу бы предложить, что она может выйти в начале лета. Также жду ваше мнение об обновлении в комментариях. Будет интересно почитать. Возможно, именно вашу идею разработчики возьмут на вооружение. Поставьте лайкос данному ролику и помогите ее продвинуть в топ. Не забывайте также про подписку, ведь 89% смотрят без подписки, и ты можешь пропустить очень много интересного, эксклюзивного и смешного контента. Ну а с тобой был Эван. Желаю тебе хорошего дня, всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok